А теперь я покажу, как я делаю вот эти вот так называемые торфотаблетки своими руками. Чем они лучше обычных торфотаблеток? Ну, во-первых, тем, что они дешевле гораздо обходятся, практически бесплатно, можно сказать, но все не считать, там вот эту вот подложку для пола и земли, но это гораздо дешевле, чем покупать такие торфотаблетки в магазине, это раз. Второе, они делают, ну, то есть в них можно положить ту землю, ну, такую получше, чем просто торф. И, кстати говоря, торфотаблетки часто бывают очень некачественными, особенно если они дешевые, а здесь мы сами знаем, какую землю мы кладем. Итак, для этих, для того, чтобы их сделать, нужна такая труба. На самом деле, в прошлом году я все подготовила, чтобы делать такие торфотаблетки. купила в строймагазине такую трубу диаметра, которую, там, мне, мне нужен был, ну, потом мне муж сделал такую палку, как раз под этот диаметр. Вот, все, воронку я покупала, ну, мне побольше была труба для того, чтобы насыпать землю. Короче говоря, это все, а, и еще подложку мы купили, целый здоровый рулон. В общем, ничего этого я уже не нашла в этом году, поэтому делаю из подручных материалов. Вот я взяла у меня такая туба с пленкой с пищевой, я ее использую, потому что тут диаметр такой самый большой, который я нашла из всех подручных материалов. И точно так же вот эта вот, ну, такая втулка, да, если она так называется, из-под фольги. И она как раз сюда нормально заходит, если еще учитывать толщину вот этой подложки для пола. И так, значит, примеряем, сколько нам надо вот этой подложки, чтобы она сюда влезла. В общем, примерно такой диаметр, и так, чтобы был небольшой нахлёст. То есть, вот такой вот ширины у нас будет подложка. А, ну, я посчитала, что сюда как раз-таки, по-моему, 4 таких ширины. Ну, в общем, да, можно мне смело на 4 части делить для удобства. И вот этот кусочек. Ну, и по высоте, ну, естественно, чтобы было не меньше, чем сама трубка. Это не делается довольно-таки просто. Единственное, что, если очень маленький диаметр трубы, то тяжело набивать землю. Поэтому надо тоже смотреть. Так, вот так скручиваем. Это не моя придумка. Я в интернете нашла этот способ. Мне кажется, он самый такой простой и понятный. Примеряем сюда. Это я тут накрутила. Доберем, чтобы под воронку подогнать. Но там всё равно не получилось. Как-то тут с двух сторон фиксируется. Можно скотчем. Кстати, у нас скотч закончился. И скотчем соединяется. Только надо найти скотч. Всё, трубка готова. Запихиваем мы её обратно в трубу. Всё, это сделали. Вот тут она дошла до сюда. Трубка наша. И теперь просто насыпаем... А, вот я ещё придумала конструкцию. Потому что у меня горлышко больше оказалось. Вот. Какая мне конструкция, чтобы было погручнее насыпать землю. Сейчас просто насыпаем землю. Трамбуем её. Вот этой штукой. И, кстати говоря, вот эта трубка сначала полая была. Но я туда забила пробку, чтобы нужно было трамбовать. Вот так вот подсыпаем, трамбуем и так до самого конца. Всё? Да. Ну всё, мы дотрамбовали до конца. И теперь достаём наш ролл. Нужно как-то подпихивать заднюю. Сзади. Вот так вот. Вот что у нас получилось. Теперь просто разрежем это на нужные нам. Теперь разрежем это на кусочки. И у нас будут готовые торфотаблетки. Берём ножик. Так, ну и разрезаем на роллы. Вот. Если где-то что-то там плохо спрессовано, можно упак сверху поддавить. Вот. И получается такая торфотаблетка. Вот так вот поднадавить. И отлично. Ножик какой-то корявенький. Ещё острым ножом, если делать, нормально. Получается. Даже этим разрезается. Вот так вот примерно в одной высоте, что-то не было. А это вообще можно самим наполнить. Все торцевые, а не без земли. Так, единственное, что-то большая получилась. Можно сажать.